Раиса Петровна Савельева – сотрудник музея-заповедника Горки-Ленинские. Она – внучка Василия Александровича Шульгина, в доме которого в 21-м году состояла встреча Ленина с крестьянами деревни Горки. Когда началась революция, к дедушке были запрещенные книги, он, конечно, сочувствовал революционерам. И он был членом первого всей Совета Сухановской волосы. До 17-го года деревня Горки была самой бедной в округе. Когда свершилась революция, по декрету советской власти, крестьяне получили землю, но обработать ее люди не могли. 32 дома в деревне было только 14 лошадей, а без лошадки землю не обработаешь. И по-прежнему крестьяне жили плохо. Как жить дальше, люди не представляли. Родилась идея обратиться к Ленину. На тот момент он уже жил в Горках, в усадьбе до революции, принадлежавшей вдове Савва Морозова Зинаиде Григорьевне Рейнбуд. Делегации из трех человек, в том числе и Детра из Петровны, отправилась к Ленину, который их выслушал и пообещал приехать. И Владимир Владимирович сказал, вот что, 9 января я могу выступить на собрание. Собирайтесь где-то на собрание в деревне Горки. Местом встречи был выбран дом Василия Шульгина. Да вот незадача, нет керосина, чтобы залить в лампу, висящую над столом. Баба Клане говорила, да, я бегала по всей деревне, и вот по капельке давали керосин для этой встречи. Собрали керосин, вынесли мебель и к 6 часам ждали Ленина. На картине Николая Сысоева, который висит в доме Шульгина, теперь музее крестьянского быта, запечатлен момент этой встречи. И Ленин сказал, на земле надо работать коллективно. Без некоторого времени погасла лампа. То ли и керосина не хватило, и от недостатка воздуха. Бабушка принесла свечи, и Ленин еще пошутил, вот что, у вас даже и света нет. Предлагаю, прямо вот он предложил, напишите в московский собнархоз заявление. По подсказке Ленина, заявление написали так, чтобы электричество в деревню было проведено из усадьбы. Встреча проходила 9 января 21 года, а в июле 21 года зажглась лампочка Ильича. По завету вождя крестьяне объединились, создав большое хозяйство, председателем которого стал местный житель Иван Буянов. Он вывел колхоз Владимира Ильича в передовые. После ухода из жизни первого руководителя, эстафету принял Иван Кухарь, продолжив начатое Буяновым. Об успехах этого большого сельскохозяйственного комплекса знали далеко за пределами Советского Союза. Вспоминаем мы свой колхоз, который создан по заветам Ленина. Потому что в колхозе мы жили прекрасно. Наш колхоз был замечательный, сейчас его нет. В 2002 году колхоз Владимира Ильича прекратил свое существование. Но это уже другая история. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.